Я поддерживаю любые формы протеста из этой пенсионной реформы, абсолютно непродуманной, абсолютно антисоциальной. Я поддерживаю любые формы протеста с беззаконними властей, с репрессиями. Главное, главное, не распылять излишней силы, потому что власть, нам мы четко должны понять, власть боится только массового протеста. 10 тысяч, 15, 20 или 100 человек, которые проводят бессрочный протест. Мы имели этот опыт в 2012 году, окупая бай. Хорошая тактика, почти месяц, это тоже бессрочный протест был. Но, как показала практика, все-таки немножко это потом выдыхается. Людям тяжеловато каждый день ходить на протесты. Поэтому, я думаю, надо просто взвешивать свои силы. Кто сегодня выходит на бессрочный протест, молодцы, искренне вас поддерживают. Но надо ощущать настроение людей, с ними советоваться. Готовы ли они каждый день выходить? Как дополнительная форма борьбы, это прекрасно, мы только вас всячески можем похвалить и поддержать. Но концентрированные акции, массовые мобилизации с определенной периодичностью, конечно, не каждый день. Пока еще нет такой готовности в народе. Это все-таки сегодня основное, потому что иначе мы можем просто надорваться, и потом будет разочарование. И я помню, как в 2012 году именно не хватило воли к долгой борьбе. Я ко всем хочу обратиться, давайте не повторять этих ошибок. Потому что тогда протест во многом и съежился, во многом сжался, потому что у многих были такие наивные, я бы сказал, даже инфантильные немножко настроения. Что сейчас один митинг, второй, третий и все. И власть в панике разбежится, и мы, так сказать, проведем честные выборы, выберем новую народную власть. Но это определенный идеалист. Надо все-таки серьезнее подходить. Долгая борьба. Мы видим сейчас, власть проседает, надо усиливать давление. Вот сейчас момент очень важный. Власть прорвала трубу заднюю проходную. Власть, секунду, да. Трубы у них рвет уже давно, да, и всякие разные. Мы потом проведем исследование, какие трубы у них прорвало. Главное, главное сейчас не расслабляться. Потому что у многих такая психология, ну сейчас второе чтение, это пенсионные реформы, протащат. Путин поддержал, все, типа, надо сложить лапки кверху и сдаваться. Ни в коем случае. Власть на это и рассчитывает. И Путин на это рассчитывает. Выборы сейчас с грехом пополам, как-то они проведут до следующих выборов. Год, за этот год, как-то ситуацию, значит, свести к нулю, протест.